Здравствуйте, уважаемые! Это канал Округоведение, с вами Раник Тах и Рождественский базар в дворце Туронтаксис города Редненцбурга. Причем еще не открытый доступ, это, так сказать, пробный запуск по секретным QR-кодам, но, как мы видим, выдано их было достаточно. Ладно, обо всем по порядку. Сам по себе дворец Туронтаксис заслуживает отдельного рассказа, ну и вообще история рода Туронтаксис, известная своими почтовыми станциями по всей Европе, когда они догадались наконец-то емскую систему ввести и через это кругом прославились. Ну, в общем, это отдельная история, я обязательно ее как-нибудь расскажу, но сейчас хочу сказать, что Рождественский рынок там не проводился в связи с ковидом и прочими очень давно, и, соответственно, народ по нему ужасно соскучился и пытается всеми силами туда проехать. Надежда – это прекрасное чувство, а упорство до упоротости не всегда. Все-таки даже в условиях невозможности просачиваться между рядами на мотоцикле найти парковочное место гораздо проще. Ну и, в общем, семья Туронтаксис в этом году решила устроить как бы первый свободно открытый Вайнахсмарт, и поэтому, чтобы, так сказать, тестовый прогон устроить, они выдали некоторое количество пригласительных QR-кодов. И, судя по всему, на пробный прогон количество QR-кодов превышает возможности пропуска нового. Это вот, один из главных входов в парк за дворцом. Так, просто, чтобы проверить, что ты здесь. Привет, привет. В чем авто? Я мотоцикле. Ах, хорошо. В этом авто – это отличная вещь, да? Что случилось? Ах, это пробивание Туронтаксис в Вайнахске. Ах, хорошо, хорошо. Да, это есть храме QR-кодов. Я имею в виду. Ах, хорошо. Ах, хорошо. Ах, хорошо. Рассчитано. Ах, хорошо. Ах, хорошо. Ах, хорошо. Ах, хорошо. Ах, хорошо. Я тут работал и это вот, собственно, Salman Mohamed, с которым мы тянули там Ацубевскую Лямку. Ну, в общем, этот вход закрыт. Так, пошли к входу главному. А вот как люди к прекрасному тянутся, а? Ну, пошли заценим, что там. Так. Ну, как говорится, ну вот мы и в хапре. Не, ну тут, конечно, уже пахнет одуряюще всякой свежей выпечкой, хотя, наверное, после рабочего дня всякий запах еды будет одуряющий. А вот оно и... А, вот такие вот вертепы очень популярны. Различные такие тематические инсталляции. А я вообще залез на лестницу замка и смотрю на всю эту толпу сверху и думаю, как бы по ней пройти. Ну, сейчас, я понял, на каком ты холме, сейчас и приду. Прожектора офигенные какие, а? Тематические. Прямо как набор украсть. Ну, как бы 15 ноября так-то. Так что время еще есть и самому украситься, и дом украсить. Ну, и вообще, как говорится, кто празднику рад заранее пьян. Ого, вот это прикольно. И разумеется, Глинтвейн. Этот могучий дух Глинтвейна будет сопровождать нас весь следующий месяц. Ну и колбаса, конечно. Рыбка готовленная прямо на огне. Конечно, стратегически неправильно было идти сюда, не поужинав, с работы. Ротонда. Чем кормят? Поят. Я сейчас прошелся. Беда вообще. Я, кажется, конечно, пойду колонию. Да. А, это павильон шампанского, да? Неплохо. Да. А вот, о-о-о. А что, красиво. Я бы это еще снежком присыпал, но не дают же. Как оно снимает, это большой вопрос. Потом посмотрю. А фонарь я в мотоцикле забыл. Ну и думаю, что люди были бы несчастливы, если бы я в них светился время. Фонарь, 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 да? Там вообще довольно пустынно. Никого это болеет. Да и бобрыга, и бюйтир какой-то с крысами. Бобрыга, и бюйтир с крысами? Ну, смотри, блюшами, конечно. Жалко. Не, ну, знаешь, если овец выставляют иногда на погладить... Там, кстати, лампы. А? Там лампы. Ну, отлично, пошли на лампы. Я не знаю, как отсюда туда попасть. Я с хаотичной... А, ничего, мы хаотично будем бродить и туда попадем. Я тебе сказала, где это, где такой вот мостик. Я понял. Но такой толчаи в обычных я не видал. Ну, в смысле, оно просто потому что... Да, все просто соскучились по празднику. Ну, и просто... Тапливаемый дом. Пошли в дом зайдем. Там, конечно, сейчас чинно, благородно, скучно. Так-то в сезон тут так зажигают, что ого-го. Ну, не сегодня. Тематические таблички. Это лубок же. Это лубок на новые технологии. Ну-ка, а про меня есть? КФЦ, мехатроникер есть, а айтишника нет, а? О, нашлось. Ну и... Ой, вот это что с этим... Ой, это стихи еще по-немецки. Ну, ладно, я потом на стоп-кадре почитаю. Ну, как и многое тут, это хороший подарок. Серебро. Чё, 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 чё? Чё, где? Задумка какая-то. Нифига пошли куда-то в темень. А, это... Это тайный, спокойный, скоростной, главное, проход подпространство. Никаких толп. А вот твой мостик, ну. Да вот, может быть, петс. Для глажки, говорят, нету, зато ламов показывают. Лама, но не настоящая. А вот, настоящая. Там сначала надо отобрать их у детей. Да-да-да, это я сразу заметил. Это... Это похоже на мою специализацию. А, вот и баба Ига с виселицей. Не обманули. Ручная карусель. По-моему, сам концепт аттракциона, что карусель может приводиться в действие человеком, должна уже забавлять. Вот тебе бабыка. А, это бабыка. Я думал, там она под виселицей. Но это тоже ничего так. Я так, смотри, видишь, как это тоже виселицей. Интересно, со своим можно приходить, пострелять? Бет. Бет. Бет баяга. Феркауф. А, это типа... Ну, бет, там это же... Ставки. Ну, можно. Нет, а можно на самом деле вот это купить? На него как-то не обидно садиться. А на вот барана, например, он уже испуган, что на него надвигаться может сверху. Да и куклы, если на них посмотреть. А это какой-то секретный кафе? Я сюда вообще ни разу не заходил. А потому здесь и тихо, да? Ну, в результате же попало. А, ну, понял. Потому что все с этих захода идут дальше. И сюда никто. Да, да, да. И тут хотя бы музончик играет. А то там идешь сквозь эту толпу в тишине, без всякой кусочки. Да, здесь определенно приятнее. Да, ну вот, вот я здесь хотел пройти. И вот эти строгие дяденьки. А у них, видимо, сканеров просто нет. Ну, в общем, на самом деле, вот примерно так это все и будет выглядеть в ближайший месяц. И дальше, ну, с поправкой на то, что сегодня все-таки, на мой взгляд, слишком много народу. Стихи гагида. Стихи гагида. Да. Стихи гагида. Стихи. Вот это Каспер Театр. Так, ну вот это вот еще не все. Сейчас там еще во внутреннем дворе тоже, ну, примерно то же самое, но во внутреннем дворе. Там, вот это вот. Там, вот, это вот специальный стол к daily, но за всякими новостями типа... И потом тут там, в первом случае они могут быть молодцы. Владельцы залога Я в промежутке, это глава очередного футболоксистских семейств, футболоксистских пешмейстеров, здесь уехал сюда в регионов, здесь представители Ну, конечно, как и все, но еще что Это, значит, одна история, которую я расскажу Да, вторая история про текущую, значит, море, это можно посмотреть в интернет-экране, какие надо взять банковские прически у них Когда старый муж из времени у нас кончался, я ставил им дофига долгов, вместо того, чтобы распорогать имущество проявило какие-то менеджерские таланты и всякие разные правила хорошо с этим имуществом, но это, я думаю, что больше, чем знают абсолютное большинство людей, которых вообще уже страшно скучно стоят У них много всяких школ в Монте-Сори сейчас Да-да-да, но с монахом это тоже можно отдельно делать Ой, она не только со свиньей, она в комплекте идет А, слушай, там кожаные книжки, видела? После долгих лет ограничений это первый запуск этого рынка и поэтому люди соскучившиеся просто затолпили все Причем еще не открытый доступ это, так сказать, пробный запуск по секретным QR-кодам Но, как мы видим, выдано их было достаточно Да, в основном во внутреннем дворе насчет пожрать Да, найти человека тут вообще бесполезно Так, вот еще не обследованный уголочек Интересно Это кружево? Прикольно Нет, глюканавтика зачетная Глинтвейн уходит оптом Какая-то наша грибная корзиночка Он с этой красной Нет, нам нужна лукошка для грибов Вот, вот, вот Лопаточки Можно делать пельмешки с узорчиками А вот это вот, знаете что? А это для переноски дров Варка глинтвейна на глазах у своих неприятелей У Фойер Цанги Бойли надо где бы Вот это вот шоу так шоу Зачем сюда люди еще приходят? Конечно, пожрать На самом деле, секрет прохождения сквозь эту толпу Просто орешь танки постоянно и не снижаешь скорость Да, есть некоторая опасность Врезаться в людей, несущих полные кружки Тебе точно глинтвейна О, класс! Да вообще Прикольно А это что? Это нагрел и греешь На шею себе повесил и греешься на шею А, они все такие? Нужно кроваловку зашел бы Не видел Стимпанк Стимпанк Это мы одобряем Стимпанк 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 Калейдоскопики приходят. Возвращение в детство. Да, влепать буду. Возвращение в калейдоскопе. Это все калейдоскопы. Это такой маленький калейдоскоп, который... Соболокоскопик что ли? Тридцатник. Да, в качестве подарка надо подумать, вряд ли он это все раскатаст. Очень круто, очень. А это вот тоже прикольно. Отформованные такие. Все в дыму. Макарошки. Это макарошки выкладывают в сыр. И они там плавятся. В смысле, плавят в сыр. Вот это я первый раз вижу так. То есть это огромный кусок сыра, который вот так вот. Так, ну тут тяжело, тяжело очень не поужинать. И практически все люди здесь с какой-то едой и норовят в тебя влезть или жирным, или кетчупом, или сладким, или капающим. В общем, здесь очень интересно, но пока хватит. Спасибо. Спасибо. Спасибо.